Мы остановились по пути в Гуэнпенг из Махаскалы. Такая атмосфера здесь вообще, конечно, кайфовая. Это просто пушка. Я не думал, что здесь так красиво. Всем привет! В этом видео я расскажу про свой отдых в Дагестане. Я уже несколько дней провел здесь. Но так как до этого дни у меня были очень плотные, батарейка подсела. И до того, чтобы снимать видео на телефон, я добрался только сегодня. Ну или как это правильно сказать? В общем, желание снимать видеоблок у меня появилось только сегодня. Поэтому сейчас я засниму в лэмпинг базу «Горный ветер». Засниму домик, в который я заселился. Сегодня проплаченные дни заканчиваются. И сейчас я решаю продлевать его или спуститься к ручью и снять там такой более легкий вариант, палатку. И я хочу в нее сейчас внутрь заглянуть для того, чтобы определиться. Привет! Вчера поздно добрались до сюда. Такие домики здесь стоят. Такой же домик. С Костей вдвоем там живем. Вот такой вид, такой вокруг, горы везде, со всех сторон. Там речка течет горная. Там еще гора выше. Там снизу столовая, туда на завтрак сходили. Ну, такое живописное место. Короче, это мой домик. А это горы вокруг. Везде, со всех сторон. Там речка течет. Ну, такие места прикольные. Там коровы пасутся. Я попробую эту речку в брод полить. Такой чисто горный край. Горы вокруг. На меня просто неизгладимое впечатление, или как тут выразиться, произвели местные коровы, которые научились ходить по горам. И они ходят в таких местах, по отвесным склонам, где даже человеку непросто было бы пройти и забраться. Причем они не падают. Я думал то, что коровы, животные неуклюжие, но здесь такого насмотрелся, что полностью о них свое мнение изменил. Верхний ряд домиков. И снизу палатки. В той стороне платое Вазовского я туда ездил вчера. Ну, или точка Вазовского, как его называют. А напротив село Гуниб. И я узнал то, что здесь закончилась Кавказская война. То есть там была крепость Шамиля. И напротив располагался штаб армии Российской империи. Здесь было подписано мирное соглашение. Сюда приезжал император Александр, если я не ошибся. Вообще случайным образом таким я оказался в этом месте и очень этому рад. А нереально, как ты говорил, на балийский, на такой стиль похожий. Да, это сейчас я как-то изгородный. Так, если у нас судьбой свободный, сейчас мы не сможем. Походу я сюда переезжаю. Эти кровати можно сдвинуть и получается, как диспалка. И вообще кайф. Слушай, ну все, я сюда переезжаю. Просто то, что здесь можно сидеть и смотреть на речку, это кайф. Вот здесь у нас включатель. Вот, свет включается. Здесь все четыре розетки. Так, включаем это на полную мощность. Минут 10 уже тепло. Окей, все, пойду вещи собирать. В общем, я решил переселиться в домик у реки. Вчера для нас проводил экскурсию Абдурахман. Такой мужичок вообще трушный. Лет 60, охотник. Два ножа с собой у него было. Все рассказал. Вообще весело с ним было, так по кайфу. И я ему говорю, слушай, вот. Я когда здесь в речке, я чувствую, что прям такая энергия от нее. Он говорит, так так и есть. От нее прям энергия, можно подзаряжаться. Я сейчас думаю, ну блин, там прям дом на речку выходит. Спишь, и шум реки. Как это? Звуковая терапия. Поэтому сейчас буду переезжать в него. Там парни готовятся к рыбалке. НСПшники, моя команда. А это домик, в котором я пару дней пожил. Сейчас его засниму. Такой в стиле барнхаус, простой. Ну и в то же время здесь почти все есть. Для того, чтобы в нем жить комфортно. Чайник есть. Только чая и кружек нет. Санузел, шторку. На шторке сэкономили. Фикс прайса, видимо, нет в Дагестане. Но в целом все равно здесь нормально. Тут только вода летит в сторону. Столик, вид классный. Здесь такие две кроватки. Диван. И вид на горы, на речку. Классный домик. 6500 стоит сутки. Когда праздники, бывает ценник больше. Соответственно, когда они сезон меньше. Я обычно путешествую с семьей. И мы берем очень много вещей. И у меня давно было желание спутешествовать куда-то с минимумом вещей. Поэтому у меня из вещей вот только вот эта сумка. И там есть все, что мне нужно. Два телефона, две зарядки. Немного вещей, блокнот. Все. Ну, кошелек. В этот раз Гребенюк запретил брать с собой семью. Это часть задания, чтобы с ребятами из пятерки провести время без семьи, чтобы не отвлекаться. И вот у меня такая возможность появилась. А, понятно. А через сколько работать начнете домик делать? Не знаю. Окей, но я туда заселился. Я на первой линии. Так что буду там рядом. Мне понравились эти палатки. Я познакомился с мужиками, которые их делают. Оказалось, что они из Петрозаводска. Подумал, круто. Ребята из Петрозаводска делают классные палатки, которые пользуются спросом на Кавказе. И вот даже один из них, он получается здесь ответственный за монтаж именно в Дагестане. То есть у них в других республиках есть другие ответственные люди. То есть объемы они хорошие делают. Поговорили с ними. Он сказал то, что у глэппингов хороший потенциал для развития. Сейчас толковых глэппингов порядка 400 или 500 в России. То есть есть место для того, чтобы расширяться до 2000. И это пользуется спросом. И будет пользоваться спросом в ближайшие 2-3 года точно. А мне кажется, что и дальше это будет хорошим спросом пользоваться. Что людям понравится, люди привыкнут. И вместо того, чтобы куда-нибудь отправляться за границу, будут чаще путешествовать на Кавказ. или наоборот на Алтай. Это мои вещи. Заселился, кровать сдвинул. Такой вот вид кровати. Прикольно. Сейчас прикол тоже был с водой. Я приехал сюда очень уставший. Мне хотелось пить. И я набрал воду из-под крана. И несколько дней пил воду из-под крана. А сейчас только спросил. Я говорю, а как вообще ее пьют? Мне говорят, да не, лучше не пить. Тут есть у нас специальный краник. На нем лучше воду набирать. Поэтому набрал воду чистую. Парни, я вам эту серию скину. Моего видеоблога. У кафе на этой базе есть одна особенность. То, что там меню не меняется. То есть, каждый день на завтрак, обед и ужин одни те же самые блюда. Мы к такому не привыкли. Поэтому сейчас позвонили Абдурахману и поедем в Гуниб в кафешку для того, чтобы было разнообразие у нас в рационе. Мы приехали в Гуниб. Сейчас идем в кафе Адат. Абдурахман нас подождет. Потом Коля повезет в аэропорт. Идет по склону. Почти что отъездному. КОНЕЦ Слева от меня гидроэлектростанция. А справа низменность. Айдинская косу. Если не ошибся, называется река. Место максимально кайфовое. Заливные луга. В общем, стартанули мы в Ингушетию. Я сразу с мужиками договорился. Говорю, ребят, давайте так. У нас будут остановки по дороге. Но чтобы они не были для вас напрягом, за каждую остановку плюс 250 рублей. Ну и вот первая остановка была. Такие места кайфовое проезжаем. Заливные луга пасутся. Здесь коровы. Исупа, здесь какие-то названия есть у этих гор? Вот которые сейчас просто в горы, да? Да, допустим. То есть в Дагестане столько много гор, что на них так смотрят, а там еще одна гора. А самые высокие у них уже есть названия, да? Да, вот это село. Когда седло называется. Седло? Да, седло. Ну, если присмотреться, то действительно это по форме. Да, да. Есть такое. Это самая высокая точка. Вообще красота. Я вижу там между горы село, ну, вернее, вот на левой горе. А как это село называется? Сейчас посмотрим. Отличие этой горы от других то, что там на склонах растет лес. И оно прям зеленое место получается такое, да, вот между вот этих гор. Класс вообще. Не смог удержаться. Такое место живописное проезжаем. Я прям вспоминаю пейзажи и фильмы «Властелин колец». И у меня такое ощущение, что мы где-то сейчас на границе королевства Рохан. Там, где всадники. Поэтому сейчас засниму. Здесь местечко кайфовое. Просто сказка. Мои гиды сказали, что здесь хорошо можно хорошую такую рыбалку сделать, потому что здесь водятся судаки. И здесь много. С нами парень был в команде. Сейчас уже в Москву вернулся. Коля. Он заморочился. Ему захотелось на рыбалку сходить. И он заказал удочку. Из Махачкалы ему привезли. Значит, я ему говорю, «Абдурахману позвонить, спроси, где здесь рыба ворот». Он говорит, да я поймаю, все нормально. Целый день ловил. В итоге поймал какие-то штаны ищи. Сейчас мы будем проезжать историческое место. Юсуп, подскажи, пожалуйста, а что произошло рядом с этой башней? Здесь был первый имам Гази Мухаммад. Вот здесь он был. Последний бой он кинул здесь. Вот эта машина. Здесь с ним был Шамиль имам. Шамиль имам уже, когда умер этот первый имам, Гази Мухаммад. Шамиль имам уже был. Он уже ушел от этой красности. Он уже дальше нашел свою войну. Еще одна остановка. Это место я заприметил еще, когда мы с Махачкалы ехали в горный ветер. Мы здесь встретили закат, а дальше уже стало темно. Обалденное место. Последние дни погода была дождливая. И можно увидеть то, что когда здесь, где люди живут, идет дождь, то на вершинах гор выпадает снег, потому что там холоднее. Сейчас мы заснимем процесс, как делается самокрутка. С местным табачком, который добавляет корни лечебных растений, которые создают приятный вкус. Готово! Приятный табачок! Приезжайте, будем курить табачок! Настоящий! Выезжаем из-за гор. Сейчас едем в направлении Махачкалы. И совсем другая погода. Вот просто туннель проехали, и совершенно другая погода. Растительность другая. Зелень другая. Температура сразу градусов на 5-10 больше. Прям совсем другая погода. Вот удивительно. Просто совсем вот один туннель проехали, и сразу здесь плюс 10 градусов, и все вокруг зеленое. Вот выезжаем в равнинную местность. Совсем другой климат. Это же что-то у меня. Это для меня просто шок, то, что я сейчас увидел. Я это засниму. Это такой кайф, короче. Такая красота. Это просто сказка. Это вообще красота. Сейчас это все засниму. Это кайф. Походу, мне повезло оказаться здесь, когда цветет маг. Это просто кайф вообще. Едем в сторону Чечни. Поезжаем в такие места, которые мне напоминают Техас. Чечни. 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 Кайф. Субтитры подогнал «Симон» Город Магас, Ингушетия Вид с башни Согласия Река на фоне гор, конечно, максимально кайфово выглядит Город красивый, современный На улицах чистота и порядок Много зелени, красивых деревьев Музейные экспонаты меня особо не интересуют Но есть в этой башне одна занятная такая деталь Я когда заходил, спросил у вас Для того, чтобы наверх подняться У вас лифт или лестница Оказалось, что ни то, ни другое Вот я сейчас засниму Это не вся высота Это только часть То есть идет, получается, по кругу дорога С небольшим уклоном, по которой поднимаешься Я не знаю, сколько здесь этот маршрут занимает По километражу Но, наверное, километр занимает Физкультура хорошая такая Подняться на эту башню, спуститься Поднимаешься, одни мышцы работают Спускаешься, другие Продолжаю ставить рекорды по количеству шагов Уже правый ботинок не выдержал Разошелся, пошел От такой ходьбы тут по лестницам, по горам Сейчас засниму мечеть Она пока еще не функционирует Но выглядит очень круто Скоро ее доделают И это просто будет место очень классное Хаджи согласился провести мне экскурсию Мы сейчас под куполом Под нами такая немаленькая высота Можно через щель увидеть Все это из лесов собрано Сейчас проходит внутренняя отделка Но если снаружи я подходил Я думал, что здесь работы совсем немножко осталось То внутри работы предстоит еще много сделать Фух А как думаешь, сколько еще времени займет? Ну так, примерно Примерно, по-моему, полтора года или два года Полтора-два года, понятно Решил прогуляться по крыше Вид отсюда открывается классный С мужиками пообщался Есть здесь, кто работает с Азербайджана С Азербайджана Говорю, что сколько бабок забираетесь Я на карман, какая у вас тут зарплата Но мне сказали, что получают они зарплату в долларах Разнорабочие получают 700-800 А специалисты получают 1000 Ну, 1500 То есть, ну, я думаю, что для Кавказа это Хорошие деньги Но в Москве все-таки, наверное, строительство За такую работу больше платят Добрый день Красиво здесь Так рабочая площадка выглядит внутри На пол опирается леса Ну и дальше уже несколько перекрытий Из доски на них собрано До самого купола Высота купола По-моему, 43 или 45 метров Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok